Ну вот, мы в прямом эфире. Отлично, это Элвис, познакомьтесь. Элвис, это Марина. Привет. Элвис, дай лапу, лапу дай. Вот так мы знакомимся. У нас Элвис будет активным человеком. Да, Масинкин. Окей, мы тебя потом покажем, хорошо? Да. Хорошо, Элвис. Договорились? Ну, договорились, давай. Пока. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Наташа. Очень рада вас видеть, как всегда. Да, мне тоже очень приятно. Так, как привить детям любовь к языку? Дети любят качественное время, проведенное с родителями. Дети не знают этих слов «качественное время», но они очень хорошо знают, что такое качественное время. Это любовь, внимание родителей. Не только внимание вокруг ухода за ребёнком. Иди ложись спать, давайте сказку почитаю, почи зубы. Да, я тебе покушать приготовила, скушай, пирог. Да, да, да. Что ты сегодня в школе, понимаете, как не это детям надо. Дети – это маленькие люди со своей мечтой, со своими страхами, со своими интересами. И человеческое существо не может существовать в вакууме. Нам нужно больше всего внимания и любовь родителей. И внимания не купишь, его нельзя возместить никакими деньгами. Никакие игрушки, ничто не может заменить качественное время с родителями. Так вот, изучение языка я предлагаю сделать качественным временем, проведённым с детьми. Здорово. Это могут быть книжки, игры, песни, отрывки из мультфильмов. Но только всё это должно быть правильно собрано в систему. И разговор. Помимо этого, я думаю, дети очень любят животных. Я вам сегодня показывала своего Кокераспаниэля Элвиса. Вот он маленький, когда его везли домой. Его первая поездка домой. И я начала в своё время совершенно неожиданно для себя. По просьбе нашего заводчика, который всё время, пока рослищенький, ставил видеокамеру. Мы круглосуточно наблюдали за их жизнью. Помещал замечательные фотографии. Он попросил, когда мы привезём их домой, поместить несколько фотографий, как их встретили дома. И я, вложив его спать, после долгого дня, когда он просто свалился без сил, облазив весь дом, решила сесть и поместить несколько фотографий, которые мы сделали во время поездки. И вдруг неожиданно в комментариях прорвался голос собаки. И он стал рассказывать о своём новом доме. И я ввела каждый день на блоге заводчика на его форуме, помещала фотографии и рассказ от первого лица, от Элвиса. И люди начали писать, мы хотим книгу. Книгу я пока не написала, но книга фактически уже написана. Я очень надеюсь, что за время этого тренинга книга обретёт новую жизнь, потому что Элвис станет у нас одним из участников этого тренинга. Вот если хотите, я вам покажу кусочек. Значит, вот так начиналось. Вот он прощается со своими первыми родителями. Мы в машине едем домой. Вот. Значит, дом он быстренько свою кроватку перетащил прямо в центр дома. Видите, какой он был крошечный? Меньше, чем у крошечного. Он помещался на ладошке. А потом он стал у нас писателем незаметно. И я знаю, детям это очень нравится, взрослым нравится. И здесь речь пойдёт о самых разных вещах. Он у врача. Вот видите, как его встретили в поликлинике. Потом он думает о своей будущей жизни, о своих увлечениях, кем он хочет стать. Вот тут он у нас хотел стать частным детективом, потом модельером. Ну, в общем, это длинная, так сказать, история. Да, длинная история. А потом, да, потом он, его кошечка наша не принимала. И вот история их дружбы. Сначала вражды, потом дружбы. Как он друзей первых приобрёл. Ну, в общем, короче говоря, тут много чего есть интересного. Потом он хотел в журналистику пойти. Вот, очень любил читать. Ну, и так далее. Так что, а вот тут у нас он, вот кошка его не хотела принимать. Вот посмотрите. Да. Шипящая тварь. Да. Он её назвал шипящая тварь сначала. Видите, он за ней идёт, да? Видно. Ну, короче говоря, я думаю, это так интересно и детям, и взрослым. Это будут наши проводники в тренинге. Интересно. То есть они будут главные помощники. Да, у нас есть такие помощники сейчас. Вот. Ну, что ещё хотят наши родители знать? Что они хотят знать? Как привести к другу? Сделать язык приятным времяпрепровождением, естественным образом ставить в распорядок дня, с детьми петь, декламировать. Играть в игры. Мы научим детей, взрослых, играть в игры, в ходе которых они не даже замечают того, сами обладают грамматикой. Обладают грамматикой. Играть в год. Играть в игры. Играть в игры. Играть в альтуре. Инц